Духовный процесс десятки Духовный процесс десятки Почему? Почему вход в духовный процесс десятки настолько сложный? Потому что мы переходим из одного мира в другой. Мы отрываемся в чём-то от материального мира, где каждый направлен, собран внутрь себя и всё получает, думает, ощущает, планирует всё из себя. А здесь мы должны сделать какое-то изменение, инверсию. То есть мы начинаем думать, понимать, чувствовать. И направлять себя, стремиться не на состояние, которое находится внутри каждого, но то, что важно для каждого, а то, что важно для нас и для Творца, для общей точки, где мы и Творец находимся вместе. И поэтому изменение в восприятии реальности, изменение в восприятии мира, изменение в подходе, это изменение сущностное, подобного которому не было. Никогда мы не отрывались от нашего желания получать и не приходили к тому, чтобы заниматься желанием отдавать. Мы никогда не выходили из себя и не были собраны, не входили в других, вне себя. Поэтому точка Ибура настолько трудная, тяжёлая. Этот человек должен оторвать себя от себя и прилепить себя выше своих сил к ближнему. И, конечно, тут есть много этапов подготовки, когда мы находимся в десятке, мы приближаемся друг к другу, мы понимаем, что невозможно иначе. То есть мы делаем разные действия, чтобы на нас подействовал свет, возвращающий к источнику и построил. У нас всё-таки такие стремления, хотя мы ещё в желании получать пока ещё, но чтобы у нас были как-то силы как будто отдавать, как будто присутствуют в нас. Всё это упражнения, которые мы делаем. Субтитры создавал DimaTorzok